В ноябре уже мало овощей, а хочется что-нибудь такого овощного кушать. Самые распространенные овощи, которые ещё остаются и такие ещё сочные и вкусные, это капуста лук-морковка. Вот я из этих компонентов сегодня буду делать тушёную капусту. Я капусту мелко нарезала. Для того, чтобы она была более сочной, всё-таки ноябрьская капуста не такая, как летняя. Её нужно пока обмять солью, чтобы она пустила сок. Немножко посолила и вот таким способом обмяла. Капуста пустила сок. Даже видно, что она влажная. Теперь я беру гриллер. Можно в принципе сковороду, но у меня гриллер большого объёма. Погружаю туда сначала 2 столовые ложки растительного масла. Достаточно. Теперь капусту. Добавляем лук и морковь. В принципе, можно не перемешивать, но я так слегка размешаю. Чуть-чуть. Всё. Включаю огонь. Ставлю на самый маленький. Можно также поперчить. Но я ещё что добавлю. Я добавлю сюда томатную пасту. 1 столовую ложку. Чтобы она была такая у меня розовая капуста. Вот теперь. Всё. Открываю крышкой. Оставляю примерно на 15 минут. Так как в гриллере нет термоконтроллёрованной крышки, следим чётко по времени. 15 минут прошло. Всё. Я огонь отключаю. Оставляю на плите ещё минут на 10. Всё. Можно открывать крышку. Всё перемешиваю. Если у вас одна паста густая, такая же, как у меня, то лучше её немножечко разбавить водой. Чтобы она была как соус. Тогда она хорошо окрасит капусту. А мне теперь придётся немножко дольше её поперемешивать. Получается обычная тушёная капуста. Приготовленная практически по цепторам правилам. Сейчас мы её и попробуем. Можно подавать к мясу и овощам, допустим, к картошке. Всё. 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 Всё.